Евгений Дикий с нами на связи, экс-командир завода батальона Айдар. Евгений, здравствуйте. Рада вам, как всегда, в эфире телеканала Freedom. Добрый вечер. Давайте начнем с чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Мы начали, собственно, с инициативы Германии, участия в помощи со стороны Чехии Украине. Насколько достаточно ли тех боеприпасов, о которых уже ныне ведется речь, если мне память не изменяет, в целом 800 тысяч, проскакивает еще цифра в 700 тысяч дополнительных. Как эти боеприпасы смогут помочь силам обороны Украины? Есть ли возможность, по вашему мнению, дополнительный сразу же в догонку вопрос, еще найти ряд третьих стран, которые готовы продавать украинским союзникам напрямую, не называя себя естественно, анонимно, возможно, такое количество боеприпасов? Начну с конца. Думаю, что да. Да. Мне кажется, что инициатива Петра Павела, которая для нас сейчас является вообще просто спасительной, вот я бы даже не преуменьшал, а речь именно о спасительной инициативе. Мне кажется, что успех ее, вот этого первого, скажем, этапа, первой итерации, я думаю, он очень у многих в тех странах, которые стесняются поддержать нас публично, ну, более того, вопрос даже не только стесняются, те, кто и не заинтересованы нас публично поддерживать, но и не заинтересованы в поддержании России, а прежде всего заинтересованы, что называется, бизнес as usual, just money, вот, то есть все те, кто заинтересованы прежде всего в деньгах. Вот, я думаю, что они сейчас очень внимательно следят за происходящим, и уже, я думаю, что ведутся разные переговоры, более того, вот не только я думаю. Это, напомню цифры. Вначале Петер Павел нашел для нас 800 тысяч снарядов. Далее, пока на эти 800 тысяч снарядов собирали деньги, нашлись еще минимум 200 тысяч, поэтому сейчас речь идет о том, что вот уже прямо сейчас выкуплен миллион снарядов. Вот, и уже сейчас пошла информация, что найдено еще 500 тысяч, на которые теперь нужно скинуться. Вот, то есть полтора миллиона снарядов, похоже, это уже вот... Но вот заметьте, что эта цифра возникла не сразу. То есть сначала 800 тысяч, потом еще плюс 200, потом еще плюс 500. То есть это как раз то, о чем вы говорите. То есть желающие воспользоваться, так сказать, схемой Петера Павела, похоже, устраиваются в очередь. Тем более, что боеприпасы во всем мире сейчас жутко подорожали. Это вот, если, например, мы возьмем артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров, то есть самый распространенный именно натовский калибр, то перед началом нашей войны он стоил полторы тысячи евро, один снаряд. Как только началась большая война в 22-м году, цена сразу же прыгнула до трех с половиной тысяч евро. Вот с полутора до трех с половиной, это реально произошло за один месяц. И дальше все время цена растет. Конечно, сделки бывают разные, очень разные. Но вот сейчас достаточно известная, часто встречающаяся цена при покупке готового снаряда со склада, это 5,5 тысяч евро. А контракты на изготовление новых снарядов европейские заводы сейчас получают с ценами до 8 тысяч евро за единицу. Вот это вот, поэтому в этой ситуации, если ты какая-то страна третьего мира, очень страдающая от дефицита финансов, при этом у тебя на складах сохранилось много снарядов, ну, вряд ли 155-х, чаще все-таки, наверное, на складах именно самых бедных стран третьего мира, как раз советские калибры, 122-152, но они нам тоже очень нужны. Ну, опять же, а в немножко более развитых странах третьего мира, там как раз есть и 155-й, его там даже изготовляют в некоторых. Так вот, вот лежат у тебя на складах снаряды, и изготовлять ты их умеешь. Но ты очень не хочешь ссориться с Россией. У России есть серьезные, скажем, рычаги влияния на тебя. Яркий пример был с Эквадором. Когда, к сожалению, публично американцы договорились с Эквадором, что Эквадор отдаст нам старые советские вертолеты и зенитные комплексы, а в обмен потом Америка им поставит американские. Так вот, для Эквадора была прекрасная сделка. Но Россия моментально вдруг обнаружила каких-то вредителей в эквадорских бананах. Вот Роспотребнадзор заявил, что нет никакой политики, но вот не соответствуют бананы фитосанитарным требованиям. А оказалось, что российский рынок бананов для Эквадора – это 700 миллионов долларов каждый год. И все. И моментально сделка по вертолетам обнулилась. Вот у России есть много разных рычагов, поэтому не все готовы даже за деньги продавать нам снаряды публично. И вот тут Петер Павел, похоже, наладил именно надежный механизм соблюдения анонимности. И вот это возрастание с 800 до 1,5 миллионов, оно показало, что сначала многие колебались, но увидели, что да, это работает, и их не сдают. И вот я думаю, что теперь реально выстроится очередь. И для нас это критически важно, потому что какие у нас до этого были источники снарядов. Главным нашим источником были склады старого дядюшки Сэма. Вот склады Пентагона – это был наш прекрасный источник, а тут вдруг случился Трамп. Причем Трамп случился на год раньше, чем кто-либо мог вообще это предполагать. Было много опасений, что вот встанет Трамп президентом и заблокирует нам помощь. А он ухитрился это сделать на год раньше. Вот еще прям вот даже на старте президентской кампании. И это нас, конечно, поставило реально на грань катастрофы, если честно. То, что творилось на фронте в последних 2-3 месяца, когда просто уже отводили артиллерию от линии фронта, потому что нет смысла рисковать пушками, если они за день сделают один-два выстрела, то это реально было страшно. И альтернативой был Евросоюз. Евросоюз разместил для нас более миллиона заказов, точнее, ну, заказы на более чем миллион снарядов разместил на своих заводах. Эти контракты подписаны, эти деньги заплачены, но заводы просто физически не справляются, они не успевают столько производить. 30 лет Европа почти не производила снарядов. Ну вот, к примеру, годовая норма армии Франции, годовая, подчеркиваю, 7 тысяч снарядов 155-го калибра. У нас на пике боевых действий 155-х снарядов шло 5 тысяч в сутки, а всего разных снарядов до 10 тысяч в сутки. А там 7 тысяч в год. Именно из-за этого возникла проблема. Дело в том, что европейцы могут своими деньгами перекрыть отсутствие помощи США. Но это деньгами. Ты не будешь, к сожалению, засыпать российские окопы пачками евро. А вот как раз готового железа на складах в Европе очень мало. Его просто ни за какие деньги там больше не наберешь. Европейцы очень часто над этим работают. Можно сказать, что Европа проснулась, и Дональд Трамп вот в ту теплую ванну, в которой сидели европейцы 30 лет, Дональд Трамп ухитрился вылить туда громадное ведро ледяной воды. Вот европейцы проснулись, они инвестируют миллиарды в возобновление той своей оборонной промышленности, которая славилась в годы Холодной войны. Но это процесс. Это несколько лет. Поэтому сейчас Европа физически не успевает перекрыть наши потребности в железе. Штаты пока что до сих пор уже полгода заблокированы. И вот выход, который нашел Петер Павел, то есть подключить те страны, которые никогда не согласятся даже за деньги помогать нам публично. Вот то, что он смог наладить этот непубличный механизм, как минимум на этот год это нас спасает. Вы спрашивали, много или мало это количество. Вот тот миллион, например, даже, который мы уже сейчас, который нам уже выкуплен, который начинает уже сюда приезжать. На самом деле, конечно, нужно еще больше. Но у нас как? Наша потребность для того, чтобы мы хотя бы твердо и уверенно себя чувствовали в обороне, это 5 тысяч снарядов в сутки. Для того, чтобы именно громить оккупантов и наступать, это от 7-8 до 10 тысяч снарядов в сутки. Так вот, если мы берем пока оборонную потребность, 5 тысяч в сутки, то миллион снарядов это 200 дней. 200 дней это на самом деле уже очень много. Полтора миллиона это, соответственно, 300 дней. То есть это вообще практически до Нового года. Так что тут невозможно не то, что нельзя недооценивать. Тут трудно переоценить значение того, что сделал Петер Павел. Ну и спасибо всем тем странам, которые скинулись в этот общак. Потому что мы с вами тоже на днях, Евгений, об этом говорили. Я вам адресовала вопрос, как вы считаете, это все-таки заслуга, в первую очередь, самой страны Чехия, либо же тут это личностная, да, все-таки, какие-то критерии, которыми и показателями, которыми ныне владеет сам президент Чехии Петр Павел. Вы тогда сказали, что это такая сукупность, да, ну и все-таки Петр Павел умеет, и имеет все-таки связи, имеет возможность выходить на какие-то все-таки такие... Да-да, пожалуйста, Евгений, просто мы одно... Говорите. Да, в том-то и дело, Петр Павел просто в данном случае это вот, что называется, бинго. Это вот уникальное для нас сочетание, когда, с одной стороны, это бывший начальник объединенного штаба НАТО, генерал с очень хорошими связями именно в военной сфере, а военная сфера, сфера военной промышленности и торговли оружием, это очень интересная специфическая сфера, где чисто личные контакты означают гораздо больше, чем публичные вещи. Так вот, а с другой стороны, у него сейчас статус именно президента, признанной страны, члена Евросоюза и НАТО. Вот сочетание этих личных связей и президентского статуса, который позволяет ему от имени страны давать четкие гарантии, вот это вот именно то, что сработало. Не только Чехия, но действительно, это то, что делает сегодня Чехия и Петр Павел, об этом стоит говорить и важно говорить, потому что необходимы снаряды, и чем больше, тем лучше, мы это прекрасно понимаем. Другие страны тоже пытаются найти какие-то новые, я так понимаю, варианты выхода. Я вот, вы знаете, интервью 28 марта, то есть вчерашнее интервью для Deutsche Welle, журналистка Анна Савчук пообщалась с генералом Буддесфера, Кристианом Фройдингом, тоже достаточно интересное интервью. И как раз, вы знаете, что было интересно, что журналистка адресовала вопросы, не как Германия помогает сегодня, а как Германия могла бы еще дополнительно, ну, не говорится, взять все со своих складов и отдать, но какие-то варианты, вот в частности вопрос был, как вы ли сотрудничаете с Германией, с партнерами, все ли гладко или нет. И Фройдинг говорит, да, не все гладко, но мы поддерживаем друг друга и так далее. И далее она вспоминает Венгрию и Словакию, которая высказывается против военной поддержки, она так говорит, да, цитирую дословно. Ну и вот Фройдинг говорит, что на самом деле есть вариант, как можно и как они работают со Словакией. Это то, что они закупают у Словакии для Украины колесные гаубицы, первые уже завезли, он говорит. Но это, он утверждает, что это хороший такой пример проекта, который мы инициировали, финансируем вместе с датчанами-норвежцами. И мы исходим из того, и этого достаточно, утверждает Фройдинг, что Словакия выполняет свою часть договора. То есть я так понимаю, что каждая страна, в принципе, при большом желании и при правильном подходе может найти даже альтернативные варианты, как работать с теми странами, которые сегодня в Европейском Союзе выступают против предоставления Украины военной поддержки. Ну, это немножко о разных вещах. Тут вот как бы вот, как там, немножко мы сейчас смешиваем зеленое и квадратное. Дело в том, что позиция премьера Фицо в Словакии категорически против любой помощи Украине. И он является очень серьезной для нас угрозой в том плане, что, к сожалению, все решения и в ЕС, и в НАТО, именно коллективные решения, они все принимаются не большинством голосов, они принимаются только консенсусом. То есть любая одна страна имеет право вето, и мы уже с орбановским вето очень намучились. Вот. Но Фицо пока гораздо осторожнее Орбана. Он все-таки... Ну, Орбан, с ним уже вообще все понятно. Это просто человек работает на Кремль, и это уже никак невозможно скрыть. Вот. Фицо скорее работает сам на себя, а не на Кремль. Поэтому он гораздо осторожнее. Но в вопросах именно помощи нам он категоричен. Он против. А совсем другая история лишать выгодных контрактов предприятия в своей стране. Вот этого он себе позволить не может. У Орбана такой проблемы нет. В Венгрии почти нет оборонной промышленности, а то немногое, что есть, не сильно нам интересно. В Словакии действительно, причем, что это очень маленькая страна, но в ней очень развитый именно оборонный кластер. И в частности, именно словацкая артиллерия, она по соотношению цена-качество, она одна из лучших в мире. То есть, она может не самая сверхкрутая, как там немецкая, например, или там особенно, например, скандинавская, но она при этом стоит существенно дешевле. А при этом все-таки стандарты у нее именно хорошие натовские. Это не Словак давно уже. В частности, те самые гаубицы Зузанок, которые вы упоминали, они сейчас у нас уже используются, и репутация у них отличная. Вот, и в этой ситуации, если бы ФИЦО взял и запретил своим заводам, которые дают кучу рабочих мест, продавать артиллерию, пусть и для Украины, но другим странам, членам Евросоюза, ну, это бы сильно подорвало его поддержку, собственно, в самой Словакии. То есть, этого он не делает. Он четко разделил помощи никакой, ни одной словацкой копейки. А если, наоборот, Словакия на этом зарабатывает, тогда другое дело. Just business. В конце. В прошлом году, по-моему, это было в сентябре прошлого года, Борис Писториус, министр обороны Германии, говорил о том, что победа Украины не имеет никакого отношения к стратегической обороне Германии самой. То есть, это не имеет никакого, в принципе, стратегии нацобороны самого государства. Пытался, я думаю, распространить этот месседж господин Писториус и на другие государства Европейского Союза. Эта история поменялась? Как вы видите, собственно, исходя из тех инициатив, которые мы в материале... Поменялось многое. Как? Как? Как это изменилось? В лучшую для нас сторону. Европа реально проснулась. И в той же Германии сейчас, наоборот, уже считается чуть ли не общепринятым, что они тоже одна из следующих жертв агрессии в случае, если мы проиграем. Это первые озвучили немецкие военные, которые прямым текстом заявили и вышли на прессу с этим, что у них есть основания считать, что Россия рассматривает вариант в будущем войны, в том числе и с Германией, и что Россия будет готова к этой войне через 5-6 лет после победы над Украиной. И дальше вот это заявление военных, оно вызвало бурную дискуссию. И сейчас, в общем-то, большинство немецких политиков признает, что да, если не остановить Россию здесь у нас, она действительно пойдет дальше и немцам придется воевать. Если не на своей территории, то как минимум защищая другие страны-члены НАТО. А Германия-член НАТО и будет выполнять свои обязанности. Поэтому... Ну, хотя в этом плане, конечно, наиболее яркие изменения... Да, потому что, чтобы закончить с Германией, мы тут сейчас очень часто критикуем Шольца, у нас стало таким общим местом ругать Шольца за Тауруса. Но при этом как-то забывается, что да, вот по Таурусам он действительно жестко уперся, причем из соображений, которые, ну, честно говоря, не представляются нам разумными. Но при этом Таурус это Таурусами. А вообще-то по количеству денег, выделенных именно на прямую военную помощь Украине, Германия сейчас на первом месте. Но вот если в Штатах Конгресс разблокируют, то Германия спустится на второе место. Но пока Штаты молчат, они немцы первые. Более 8 миллиардов евро в бюджете на 2024 год. Ни одна другая европейская страна даже близко не приближается к этому показателю. Но это так, чтобы вот к вопросу о том, что поменялось в Германии. Вот. А, ну, все-таки гораздо более яркий пример – это трансформация Макрона. Вот то, что произошло с Макроном, который за два года прошел путь от человека, который в начале нашей большой войны звонил лично Путину и пробовал с ним договариваться, до человека, который первый рискнул вообще озвучить тезис, что а может нам вообще-то не ждать, пока Россия нападет на НАТО, а наоборот превентивно отправить войска сейчас в Украину. Но вот эта эволюция Макрона, она очень показательна. Да, он сейчас стал лидером. До его уровня еще далеко не все теперь дотягиваются. Еще раз мы говорим о человеке, который вначале был среди самых отстающих. Вот. Но вот то, что именно Макрон прошел такой путь, это очень показательно. Это, в принципе, отражает вообще, которые происходят в головах именно у западных европейцев. Восточные европейцы сразу угрозу России осознавали. До западных доходило медленно. Но пример Макрона показывает, что да, доходит. Спасибо вам, Евгений, за участие в нашем эфире. Евгений Дикий, экс-командир завода батальона Айдар, был с нами на связи.